Константин Борисович, а вот Залужный, насколько он опасен как полководец и опасен ли он Зеленскому как оппонент на выборах? Каковы шансы, на Ваш взгляд? Я абсолютно уверен внутри, из опыта неработы с Залужным или с его окружением. Я знаю другие примеры, где мне приходилось работать с людьми, противниками своими, даже и в Кавказских войнах, и даже на территории сложных времен 90-х, 2000-х лет и на нашей стране, когда человек поставлен в положение, когда у него нет выхода никакого, он идёт до конца. Он идёт до конца, пока, ну, что греха таить. Мы знаем очень много примеров, когда они заканчивали свою жизнь бесславно, но он не мог уйти куда-то назад или в сторону. Я думаю, что вот и Зеленский находится в таком состоянии, что ему деваться некуда, и Залужный находится тоже в таком же состоянии, что назад пути нет, поэтому он не будет идти вперёд. Сейчас раскручивается новый виток с той стороны о том, что появится новое вооружение, в данном случае самолёты F-16, которые проходят обучение в Румынии, в других странах НАТО, что они оттуда будут наносить удары, что они не будут находиться на территории Украины, и что мы не посмеем как бы нанести ответный удар по тем аэродромам, на которых они находятся. Очень мощное это идёт обсуждение. Ну а суть его в конечном счёте – это опять фейки, которые направлены на сознание населения Украины, населения других стран, чтобы показать, что новое оружие… Вот фронтовики в Великой Отечественной войне, вот мой отец даже, они рассказывали, что немцы, когда уже был взят Берлин, когда уже День Победы наступил, они до последнего дня верили в Гитлеру о каком-то мощном оружии, которое вот-вот, вот ни сегодня, ни завтра оно будет применено, вот, да, и мы всё равно победим. Они до конца верили вот этим фейкам, тогда они так не назывались, и население Украины, одурманенное вот этой ненавистью, русофобией, вот им подбрасывают очередной, значит, вот такой, значит, новое оружие, которое принесёт им победу. Может появиться что-то ещё очередное, новое. Вот такая идёт работа со стороны руководства Украины. Константин Борисович, вот раз уж затронули историческую тему, ни Наполеона, ни команду Гитлера в лице Геринга, Бормана, других генералов никогда в Российской империи, в Советском Союзе не занижали именно уровень подготовки и способностей своего противника. Вот меня интересует заложенный и его команда генералов. Вот вы, как командующий, как оцените в плане стратегии, тактики, как они работают? Опасный противник или не очень? Конечно, это подготовленные офицеры и генералы, без всяких сомнений. Вот то, что они ведут вот таким образом боевые действия, я думаю, сказывается на сегодняшний день. Огромная необученность низового звена. И не только солдат, не только непосредственно людей, экипажей, расчетов, но и низового звена командирского, командира батальона, полка. Ну, очень много уже, простите меня за это выражение, выбито уже этого звена. И люди порой, мы говорили про наших командиров, наших руководителей, когда отсутствует вот эта связь между руководством и исполнителями, это ни к чему хорошему привести не может. Они, конечно, обученные, они, конечно, большой получили опыт во время вот этих боевых действий, но они обучены все равно, я это чувствую, я это вижу, они обучены по американским лекалам, они обучены вести боевые действия так, как Соединенные Штаты Америки вели во Вьетнаме, как они вели боевые действия на Ближнем Востоке. Вот, а это другая совершенно методика ведения войны, и вот эти их попытки тоже такими штурмовыми отрядами что-то добиться какого-то успеха, успеха не будет. При всем их, возможно, хорошая обученность этого командования. Константин Борисович, сейчас одна из самых обсуждаемых в медиасфере тем, это изменение взгляда зарубежной прессы на Владимира Зеленского и на ситуацию на фронте в целом. Сначала вышла статья в журнале Time, где полностью поменяли свою риторику. Подчеркнулось, что нет никаких продвижений в плане контрнаступления, что оно провалено, что Зеленский слишком жестко относится к военным и просто гонит их на такие штурмы, которые не приведут ни к чему, кроме потерь. Этот вопрос обсудили, и буквально через несколько дней появилась статья The Economist, где Залужный, по сути, все это подтвердил. Он сказал, что все это виноваты военные, президент здесь ни при чем, и, скорее всего, это даже его личная недоработка, но в целом, главное, подтвердил. Насколько вообще реально, что действительно Запад меняет свои взгляды и снижает поддержку? Ну, то, что Запад снижает поддержку Украине, мы это видим по тем данным, которые мы имеем, с каким трудом проходят все попытки того же президента Соединенных Штатов Америки провести свои решения через Конгресс. Но я не об этом бы хотел сказать, и даже не конкретно о помощи Украине. Нас впереди ожидает большой политический год. выборы президента Соединенных Штатов Америки, выборы президента России, ну и у Зеленского тоже выборы в 1924 году. Независимо от того, что он сейчас заявляет, будет, не будет, даже состоятся соответствующие решения, которые определены законодательством. И каждый человек должен понимать, что действующие главы государства, а те люди, кого я назвал, они главы государства, они должны подойти к этим выборам с какими-то достижениями. Я не буду говорить громкое слово победами, хотя желательно лучше бы, чтобы были победы, но хотя бы достижения, которые бы он мог бы своему избирателю, своему народу говорить, вот, или не говорить, а хотя бы своими делами показывать, подтверждать эти достижения. Я не буду говорить про нашу страну. Мы видим и сами знаем, какие у нас имеются успехи, какие имеются достижения. Мало того, и наш президент, и наше правительство системно эту тему поднимают, и нам об этом говорят, и мы видим, и знаем. Ну, давайте мы оценим ситуацию Байдена. Он должен каким-то образом народу свою показать, что он имеет какие-то достижения. И поэтому он линию, которую он ведет за поддержку и Украины, и Израиля, он ее на сегодняшний день не поменял. Он поменял потихоньку риторику. Риторику. И его подхватили средства массовой информации. Возможно, эта риторика будет и в дальнейшем несколько уменьшаться. Она будет направлена на внутренние проблемы Соединенных Штатов Америки. Если он будет меньше выделять вооружение и финансов Украине, он обязательно будет показывать, что куда направляются эти финансы. Поднялась риторика в Соединенных Штатах, что эти финансы направляются на развитие военно-промышленного комплекса. Это значит развивается страна, развиваются, рабочие места появляются новые, экономика растет, налоги растут. То есть и в этом хотят найти, и реально они найдут позитивы. И вот на этом будет в фоне идти вот эта предвыборная работа в течение этого года. То же самое, если мы возьмем Зеленского. Зеленского, он тоже понимает, что нужно показать какие-то достижения. Или есть, а те негативные явления, их надо как-то скрыть, их надо как-то уменьшить, их надо как-то замазать. Я бы так сказал, зафейковать, если по нынешним словам. Чтобы люди не поняли до конца, что происходит на самом деле. Но как это сделать, мне кажется, он сам не знает. Как это сделать без поддержки Соединенных Штатов Америки. Если не будут реальные деньги, не будут реальные вооружения. Ему это будет очень сложно и очень трудно. Поэтому подключаются уже и руководители вооруженных сил, тот же залужный, который тоже начинает такая полуправда, немножко просачиваться, и начинается людям об этом говориться. Идет больше сейчас такая политическая борьба. Но построена она все равно на фейках и на клевете. А редко, когда какие-то выборы проходили во всем мире, взять в любой стране, проходили абсолютно на каких-то реальных успехах, победах. Чаще всего это были мощные работы с массовой информацией, чтобы показать, как все хорошо, как замечательно. Но достижения и победа, они все равно нужны. Вот нашим трем странам, нашим трем руководителям нашего государства, Украины и Соединенных Штатов Америки, что в 2024 году победить на выборах, нужны достижения. А лучше, если это будут не просто достижения, а победы. Константин Борисович, многие радикально настроенные республиканцы в плане помощи Украине требуют перед тем, как будут выделяться деньги, если будут, два основных пункта. Это ужесточить контроль, для того, чтобы эти деньги элементарно не разворовывались. И еще один главный, на мой взгляд, наверное, самый главный. Они требуют, чтобы был озвучен план, к чему эти боевые действия со стороны Украины ведут. Как они видят свою победу. То есть это либо возвращение к территориальным границам 1991 года, либо отказ от территории. И вот не кажется ли вам, что в этом моменте как раз и кроется некая ловушка? Если они поставят, что главной своей целью, которой они идут, это возврат к границам 1991 года, это физически невозможно, потому что территории уже вошли в Российскую Федерацию, и нет механизма, как из нее выйти. Если они скажут, что мы согласны становиться вот на этом промежутке, то, по сути, официально подтвердят, что отказываются от своих территорий, которые якобы они считают своими. Как вот они поступят по вашему? Я думаю, это решение не военное. Это решение должно быть политическое. А чтобы состоялось политическое решение для передачи тех или других территорий, должны быть проведены соответствующие референдумы. Есть ведь решение не только внутренних документов в нашей стране, или в третьей, четвертой стране. Есть соответствующее решение Организации Объединенных Наций, каким образом та или другая территория может заявить о принадлежности своей тому государству или другому государству. То есть есть международные правила. Но чтобы они соблюдались, при нынешнем политическом руководстве Украины этого не произойдет. Я думаю, что, ну, по крайней мере, в следующем году произойдет смена политического руководства. Если и Байден хочет до своих выборов как-то умело выйти из этой ситуации и, как я уже ранее говорил, принести, показать своему народу какие-то успехи, результаты своей деятельности, то он должен тоже поддержать такое решение, что остановить боевые действия и перейти к соответствующим переговорам. Но эти переговоры никогда не будут между нашей страной и Украиной. В данном случае на Украине воюет не просто блок НАТО, а Соединенные Штаты Америки, которые управляют всем этим процессом. Если какой-то переговорный процесс пойдет, он должен идти только между Россией и, соответственно, блоком НАТО. А может быть даже больше между странами, которые, значит, поддерживают нас, которые находятся с нами, и между теми странами, которые поддерживают Соединенные Штаты Америки, между этими двумя мирами. Но другого выхода просто нет.